Независимо от того, то ли это женщина, то ли это мужчина, что всегда необходимо проводить следующие манипуляции. Это очищение кожи, это тонизация кожи, увлажнение и нанесение солнцезащитных кремов. И стоит позаботиться о том, чтобы мы не забывали пить достаточное количество воды. Средняя норма это 1,5-2 литра, но в летний период это до 2 литра воды. Самое удобное, я знаю, что всегда есть проблема с отмером, сколько человек выпил, это сложно. Могу поделиться собственным опытом. Контролировать, сколько ты выпил воды из бутылки, это очень сложно. Есть графин, есть стакан, вы наливаете в стакан, то есть это приблизительно 250 грамм. И таким образом вы понимаете, что вам надо в течение дня выпить 8 стаканов воды. При избыточной инсоляции, то есть при избыточной активности солнца, есть риск появления пигментных пятен, а также различных новообразований, которые со временем из доброкачественных могут перерождаться в злокачественные. У нас сейчас у всех должна быть онконастороженность, потому что очень большой процент онкологических заболеваний, в том числе и рака кожи. Ко всему этому могут приводить такие факторы, как избыточное пребывание на солнце, отсутствие защиты теми же солнцезащитными кремами. И даже вот элементарная защита у женщин шляпы для того, чтобы защищать лицо. Зачастую люди принимают медикаменты, которые при пребывании на солнце вызывают вот такие вот фотодерматозы и пигментацию, появление пигментации, которой не было. Я бы сказала, что очень аккуратно надо находиться людям, у которых гормональные изменения. И я вообще не рекомендую находиться тем, у кого много различных новообразований на коже и тело, а также есть проблемы с щитовидной железой. Таким людям, конечно, лучше все-таки дома сидеть. Самый полезный загар – это в утренние часы и вечерние часы. В обеденное время лучше пребывать дома, поэтому использование любого крема с SPF 50 и 70, даже в утренние и вечерние часы, они не приведут к этому ожогу. Фотодерматозы – это появление различных пигментных пятен, это появление такого, скажем так, морщинистого типа кожи, появление различных новообразований, появление кератом, солнечного лентига. То есть об этой теме можно говорить очень долго. Если мы вернемся в прошлое, немножко вернемся к аристократизму, все аристократы, они очень боялись солнечного света, они очень берегли свою кожу, поэтому выглядели всегда моложалыми. Я не говорю о том, что солнечный загар – это плохо, но все должно быть дозировано, все должно быть умерено, все должно быть эстетично.